Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Надежда Дик. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Казанском федеральном университете отмечают Международный день Навруз. В КФУ прошел первый день конференции к 80-летию профессора кафедры татарской литературы Казанского федерального университета Фаата Галимулина. Студенты каких стран смогут вернуться на очное обучение в Казанский университет? Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с генеральным директором проф. СКО Евгением Бабковым. В ходе встречи обсуждался комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в КФУ. В результате было принято решение провести аудит всех корпусов и зданий Казанского университета, сформировать рабочую группу и разработать дорожную карту предстоящей модернизации на объектах. В астрономической обсерватории имени Энгельгарта Казанского университета состоялся научный семинар, посвященный включению обсерватории вузов в список ЮНЕСКО. Все подробности далее. На мероприятии рассмотрели соответствие обсерватории вуза требованием конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Здесь очень четко нам надо было определить, во-первых, номинируемую территорию. Это у нас все-таки определено два компонента. Это здание городской астрономической обсерватории и здание обсерватории имени Энгельгарта. Это определение номинируемой территории, то есть какую территорию мы включаем. Также на встрече обсудили подготовку научного обоснования номинации обсерваторий, включающего в себя уже около ста страниц. В частности, необходимо ответить на вопрос о том, как историко-культурное наследие обсерватории вуза увязывается с 20-м и в особенности с 21-м веком. И самое главное, вот это проблемы, которые связаны с критериями. Дело в том, что мы пытаемся определить все-таки, что тема астрономических обсерваторий связывается, во-первых, с этапами развития самого Казанского федерального университета, с территорией развития в целом Республики и Российской Федерации. Еще одна важная задача заключается в том, что предстоит определиться с буферной зоной объектов в рамках самого университета. То есть необходимо подготовить меры по защите и управлению обсерваториями. Планируется совещание провести с привлечением Зеленодольского района, ну и, соответственно, кроме того, это Министерство культуры, Комитет по охране культурного наследия, Министерство строительства, архитектуры, ну и, кроме того, Министерство лесного хозяйства. Потому что здесь есть территория, связанная с лесным хозяйством, с лесным фондом. На мероприятии также запланировали на начало апреля проведение международного круглого стола, на котором рассмотрят определение выдающейся ценности астрономических обсерваторий Казанского университета. Напомним, Центр всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение включить обсерватории ВУЗа в предварительный список культурного и природного наследия в декабре прошлого года. Диана Желенкова, Ленар Тавлетьяров, Универ Ньюс. В здании Института психологии и образования Казанского университета прошел семинар «Проектная деятельность. Современные подходы и эффективные практики». Он рассчитан на детей, родителей, а также студентов, которые смогут применить свои знания на практике. На семинаре говорили о современных подходах обучения. Мне очень понравилось, во-первых, потому что как раз в том семестре у нас была дисциплина, посвященная проектной деятельности. Мы учились, как правильно нужно организовывать данную деятельность детьми. И сейчас было интересно увидеть именно сам процесс, как дети сами выступают и как педагоги им помогают. 21 марта отмечается Международный день на ВРУЗ, в честь которого Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета устроил праздничный концерт. Смотрим. Начало Нового года, весны и пробуждения природы. Именно так знаменуется приход Навруза, традиционно отмечаемого в день весеннего равноденствия. Отмечается он угощениями, танцами, песнями, походами на базар. Образ Восточного базара как раз и нашел свое отражение на концерте. К слову, этот номер так полюбился зрителям на студ весне, что студенты решили вновь его показать. В подготовке к концерту участвовали студенты-иностранцы, приехавшие из ближнего зарубежья, где Навруз отмечается очень масштабно. Участвовали студенты из Туркменистана, из Узбекистана, из других стран. Также российские студенты активно участвуют в этом празднике. Порадовали артисты-зрители и театральными, и хореографическими номерами. А тех, кто пришел полюбоваться атмосферой Востока, собралось немало. Диана Жленкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюз. Прошел третий этап студенческого конкурса «Знаете ли вы свою альма-матер?» Участники выполнили квест по территории университета, чтобы побороться за главный приз – поездку в Санкт-Петербург. В IT-лицее Казанского университета прошла лекция от известного математика Андрея Райгородского. Все подробности далее. Математика – это прекрасно. Именно такую теорему сильнее всего пытался доказать ученикам Андрей Райгородский. Доктор физико-математических наук, автор более 200 научных статей, лауреат премии президента России для молодых ученых. Как я уже и школьникам сегодня говорил, математика не потому прекрасна, что у нее есть приложение, а потому у нее есть приложение, что она прекрасна. То есть если вы чувствуете красоту внутреннюю того предмета, который вы изучаете, то вы занимаетесь правильным делом. А дальше уже из этого дела появится приложение просто потому, что оно правильное, так устроена логика жизни. Так красоту науки ученики познавали через изучение хроматических чисел. В частности, ребята красили плоскость. Было очень интересно. Это один из ведущих математиков России. Мне кажется, он очень хорошо подобрал уровень лекции, что нам не было слишком легко и мы все понимали. Отметим, что лекция для учеников прошла в рамках закрытия Олимпиады по математике. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском университете прошел первый день конференции, посвященной взаимодействию национальных литератур и искусств. Обсуждение татарской литературы приурочили к важному событию. Подробности расскажет наш корреспондент Ариадда Кугушева. Как необычно поздравить академика, экс-главу Союза писателей Татарстана и заслуженного работника культуры. К 80-летию Фаата Галимулина в Казанском университете устроили международную конференцию. Ее цель – изучение творческой, научной и литературно-критической деятельности юбиляра. Часть зрителей присоединится к конференции в онлайн-формате. Круг участников широк. Это, в первую очередь, ученые литературоведы, а также ученые языковеды, культурологи. Из Казахстана очень много участников. Киргизии, Узбекистана, Азербайджана. Даже присутствует участник из Америки. Именинник Горд и Пальшон. Своей деятельностью он посвятил годы жизни. Фаат Галимуллин родился 21 марта 1941 года в селе Арпаяс Кукморского района. Всю жизнь работал в сфере культуры и образования. Сегодня его труды служат примером для студентов кафедры татарского языка. Мои считатели – это в основном интеллигенция, потому что я литературовед, пишу и критические статьи. Сегодня я как бы держу ответ за свою жизнь, за свою научную деятельность. Это, конечно, очень ответственно, но в то же время приятно. В рамках конференции состоится заседание пяти секций. Мероприятие завершится 27 марта. Ариадна Кугушева, Фарид Захитагны, Универньюз. В Казанском университете состоялось совещание по вопросу создания единой системы медико-биологического и правового сопровождения спортсменов. Речь шла о совместных междисциплинарных проектах, находящихся на стыке отраслей права и инноваций. Исходя из того, что самые интересные исследования, они могут быть произведены и производятся на стыках отраслей. Поэтому мы берем спорт, медицину, право и делаем проект. С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение еще с шестью странами. Проректор по внешним связям Казанского университета Тамерхан Алишев рассказал в интервью нашему телеканалу о готовности принять своих студентов. Подробности расскажем в нашем следующем сюжете. На сегодняшний день порядка двух тысяч иностранных студентов до сих пор не могут въехать в Россию за последствия пандемии и находятся на дистанционном обучении. Но проблема решается, поэтому планируется открытие Узбекистана, Таджикистана, Сирии, Венесуэлы, Германии и Шри-Ланки. По словам Тамерхана Алишева, Казанский университет готов принять своих студентов из представленных стран. Есть специальный регламент, который утвержден штабом по предупреждению распространения коронавируса в федеральном. В соответствии с этим регламентом университет очень плотно работает с учредителем, с Министерством науки и высшего образования, с Роспотребнадзором, с региональными органами, отвечающими за противодействие распространению коронавирусной инфекции. Казанский университет также обеспечивает все необходимые меры, связанные с обсервацией, с получением отрицательного теста ПЦР и обеспечением беспроблемного возвращения студентов. Но проректор по внешним связям отмечает, что не стоит спешить, потому что существует определенное ограничение и нужно постепенно двигаться в направлении открытия границ. Еще одним важным вопросом остается проблема решения восполнения практических знаний студентов. Я понимаю, что у многих студентов уже фактически год находятся на онлайн обучении, и вот есть определенный накопленный долг по практикам лабораторным. И сейчас наши коллеги как раз занимаются тем, чтобы перенести их на осень, на тот период времени, когда они физически будут находиться здесь, для того, чтобы наши студенты освоили весь объем этой образовательной программы. Тимирхан Алишев утверждает, что все обязательства, которые есть у университета по лабораторным практикам, будут выполнены в полном объеме, когда студенты прибудут на территорию Российской Федерации. Джимми Небаева, Универтньюс. На этом все. В студии была Надежда Дик. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok